Сегодня в день партизаны-подпорщиков в Брянской области совершили веропробег до деревни Матрюновки. Это им натира нарицательного ужаса в области. Кахатынь, Кахацунь. Здесь зарожен сад памяти. Созданный через жители Матрюновки, за зашаженных немецко-фашистских захватчиками 20 мая 43 года. Сад растет, развивается. Тут небольшой музей есть, сейчас подойдем. Мемориал. Сюда на 9 мая проезжают. 18 сентября мемориал поддерживает в хорошем состоянии. А вот самой деревне беда. То, что фашисты не смогли уничтожить деревню Оставара за временной оккупацией. Сейчас, за последние 20 лет, деревня без людина. Зайдем на мемориал. Тут же бетон заканчивается. Вот он, мемориал сожженным жителем Матрюновки. Рядом еще деревня Белева, несколько километров справа. Там тоже такая ситуация. Немцы напали в тот же день, уничтожили жители Белева. О, часовню поставили. А это именно жителей, погибших здесь. Есть память, которой не будет забвения. И слава, которой не будет конца. Здесь 20 мая 1903 года немецко-фашистские захватчики зажгли 253 человека. Женщин, детей стариков, жители Матрюновки и поселка Белева. В Белево сейчас вообще люди не ходят, там все заросло. К сожалению, забыли о нем. Вот такой костер. Вечный огонь здесь тоже есть. Это часовня недавно построенная. Там еще Георгий Павдоносец убивает змея. А это музей. Ну, я так понимаю, только в торжественное мероприятие работает. Попасть, видимо, не удастся. Он только работает, видимо, 17 ноября, 9 мая, 20 мая. Ну, что ж, музей есть, это хорошо. Вон, печь видна. Картина мемориара. Небольшой музей, фотографии. Что ж, мемориар показали. Сейчас пройдем по деревне. Вернее, то, что от нее осталось. В последние 20 лет она полностью практически разрушена. К сожалению, то, что не дорос фашистским оккупантам, совершилось в наши дни, в последние 20 лет. От деревни живой ничего не осталось. Ни жителей, ни домов, ничего. Совсем ничего. Едем по бывшей деревне. Бетон еще есть на дороге, но ни жилья, ни огородов, ничего. Трава по плечи. Слева ручей протекает. Все заросло бурьяном. Видны только некоторые подовые деревья. Вот яброни перед нами. Один из землок из хранических домов. Еще крыша не вся дырялая. Частично стены есть. Много лет уже никто не живет. Все заросло травой, бурьяном. Справа уже и дома не видно. Только вот стол под забором. Сама дорога в Матроновске зарастает. Скоро, видимо, не будет даже колеи. Тут только грибники, да, охотники ездят. Изредка. Вот заброшенный дом. Возможно, дома больше уже и нет. Сейчас пройдем, посмотрим. Двери выбиты. Уже тут вандары побывали. Внутри все несложно, как мать прошел. Такое впечатление, что в районе оккупации такая обстановка осталась. К сожалению, это наши муглые продоискатели. Ива огромные выросли. Больше никаких деревьев, продулах не видно практически. Липы. Следы нивы. Видимо, грибники приезжали. Или охотники. Вот еще один бетонный столб. Это, видимо, старый бет, бывший леп. Старбой сняли, а бетон остался. Проводов, тем более, нет. Следы ветхих машин. Трава уже выше головы. Двухметровая. Скрывает развальный построек. Остатки заборов. Да и продовы деревьев уже не видно. Вот это все было в деревне Матроновка. Сейчас тут, скорее, урочище уже. Не знаю, что дома встретится. Или уже от них ничего не осталось. Десять лет назад мы сюда проезжали. Домов было больше. Время хулиганы, мародеры дают себе знать. Что-то разрушено, что-то сгорело. Вон обломки дома. В поле. И больше ничего. Трапивы везде много. Слева там ручей протекает. Гущая растительность. Рожбинка небольшая. Здесь, может, колодец был. Где сама Матроновка? Один дом такой увидели. Последний дом остался. А, видите, уже нет несколько лет. Все за рассрой. Кто не знает, что деревня, не догадается. Уже и про двух кустов и деревьев почти не видно. Дикие травы. Вот остатки яблони. Продовые деревья какие-то. Дома вообще не съездили. То ли время не пощадило. То ли саргрик кто-то. Вот еще продовые деревья. Всего одни развалины дома шли. Все остальное гено выстрелил. Ни людей, ни зверей, только комары. Комаров здесь много. Здесь тоже когда-то дом был разваленный. Уже и не видно. Или так трава высоко выросла, что и с теней не видно. На фотках. Вот это матрюновка героическая. Последние 20 лет полностью стерта с лица земли. Как и многие другие десятки, может даже сотни деревень. Еще в области Брянской. Вот второй дом. И видимо больше ничего здесь нет. Домик номер два. Где 10 назад он еще живой был. Остатки сарая. Какого-то дома. И вот там номер два дома. Все. Я еще помню, он был жилой. Вот этот дом еще стоял в стены. Один сруб остался. Ничего не видно. Практически деревня больше не существует. Этот дом еще помним 10 лет назад тут кто-то обитал. Было покошено. Дрова лежали. Сейчас уже людей нет. Видимо все. Ничего больше нет. Дворовые постройки остались. Вот это здание было еще поло целое. Сейчас стены практически полностью разрушены. Практически деревня прошла полностью. Два целых дома. И два остатка срубов. И все. Вот они. Подовые деревья остались. Вот на старинное большое дерево. Остальное где все уже не знаю. Матроновка закончилась. Вот береза еще, может войну помнит. Огромная. На месте домов. Трава, кусты. Среди которых родовые деревья уже теряются. В сольняках. От деревьев ничего не осталось. Вот. От деревьев. И вот цвет исчез. Из-за зимы. Вот старинные деревья. Ивы, липы. Что помните на историю. Нигде ничего не осталось. От домов дальше фундамент не видно. Все заросло очень сильно. Нигде ничего не осталось. Вот подходим к ручью. Конец нашего путешествия. Дорога заканчивается. Одна идет в поле. Другая к ручью. Сейчас ручей посмотрим. И все. Деревни больше не видно. Два дома осталось. Вот шум ручья. Лесной ручей как тек, так и текет сейчас. Только он был там в деревне. А теперь в деревне нет. Остался один ручей. И тучи комаров. Субтитры сделал DimaTorzok